Продолжение следует... Дешевые авиабилеты, вот перед самой их покупкой я подумал, а вдруг Марокко нужна виза? И что вы думаете? Какого черта? Да, сюда нужна виза, которую делать три недели. Мне нужно было срочно придумать, куда полететь без визы. И я придумал. Для того, чтобы не повторять моих ошибок и выйти красавчиком из подобной ситуации, есть один очень и очень клевый способ. Раздел куда угодно. В приложении Авиасейлс. Это просто крутейший вариант для каждого, кто не знает, куда поехать, но знает, какую сумму примерно он готов потратить на билеты. Например, открываем приложение Авиасейлс. Например, мы летим из Питера. Семь дней. Бюджет 400 долларов. Самое удобное в этой штуке то, что можно выставить страну, в которую не требуется виза. Или можно купить визу по прилету. Так, проставили. И все. И глаза забегали от вариантов. Пожалуйста, Баку, Тель-Авив, отличный вариант, кстати. Белград, Бодрум, в Черногорию, кстати, можно слетать. И, конечно же, в Дубае, где я, кстати, сейчас и нахожусь. Круто, да? Ссылка на мобильное приложение с этой гениальной фичей в описании под видео. Не благодарите. Перед тем, как начать, я хотел бы сказать, что это была одна из самых напряженных моих съемок. Во-первых, потому что в Дубае нельзя снимать без разрешения. За этим следит специальная служба людей в штатском. Второй и самый больной момент. Сюда нельзя просто так завести дрон. Нужно специальное разрешение, страховка и, самое главное, лицензия пилота, которую нужно получать в Дубае. Поэтому, и это самое обидное, я прилетел без дрона. Ну, закон есть закон. Ладно, погнали с заставкой. Да, есть хорошая новость. У меня в Дубае есть друзья, у которых есть и дрон, и лицензия пилота. Так что, что-то мы вам все-таки покажем. Ну что, летс гоушки. Мы покажем вам Дубай во всей красе. Расскажем, что нового интересного открылось в этом городе за последние пару лет. Ну и, конечно, будет несколько эксклюзивчиков. Короче, довольно анонсов. Давайте смотреть большой выпуск из Дубая. За последние пару десятков лет Дубай увеличился в размерах и объемах в несколько раз. Он растет ввысь, как бамбуковая роща, и делает это настолько быстро, что топографы просто не успевают добавлять новые места на карты. Дубай сейчас похож на одну сплошную стройку, которая не прекращается ни днем, ни ночью. Ребята работают как черти. Каждый пятый подъемный кран в мире, по статистике, находится здесь, в Дубае. Так что, если вдруг вы крановщик, кажется, я только что нашел вам работу. Ощущение, что местные власти просто не знают слова «невозможно». Например, вот, дубайский канал. Полтора года назад этого канала в помине не было. Здесь стояли какие-то здания, были развязки. Но все это очень быстренько снесли. Прокопали каналчик, пустили по нему паромы. И теперь это, кроме того, что красиво, это еще один способ передвижения по городу. Сейчас все это выглядит вот так. Чуть позже мы посмотрим, как все это смотрится ночью. Поверьте, это стоит увидеть. За последние 20 лет здесь построили 1344 небоскреба. Это, конечно, меньше, чем в Гонконге и меньше, чем в Нью-Йорке. Но дайте дубайцам время. Недвижимость в Дубае стабильно растет в цене. Квартиры здесь уже прикупили себе Мадонна, Роджер Федерер, семья Бекхэм и Михаэль Шумахер. Его виллу я покажу позже. Да, Брэд и Анжелина тоже владеют здесь недвижимостью. Хотя квартиры в этом городе удовольствия не из дешевых. Цена за трехкомнатные апартаменты стартует от полумиллиона долларов. Дубай сейчас суперсовременный, технологичный и дорогой город. Но так было не всегда. Это главная улица Дубая. Так она выглядела 27 лет назад. А вот так она выглядит сейчас. Причину, по которой Дубай из этого превратился в это, мы с вами очень хорошо знаем. Это нефть. В 60-х годах прошлого столетия здесь нашли нефтяные месторождения. Они, кстати, были не очень большими по сравнению с соседским Абу-Даби. Но в страну пришли западные инвесторы, которые начали строить здесь нефтяные скважины. И жители небольшого портового города с населением в 20 тысяч человек, которые готовили еду на огне, жили по большей части в шатрах, пересели с верблюдов на автомобили. Началось развитие и строительство Дубая. Все это произошло во многом благодаря этому человеку. Шейху Зайду. Конечно, без нефти вряд ли бы мы видели Дубай таким, каким мы видим его сейчас. Но заслуга здешнего правительства не только в освоении западных бюджетов. А сейчас я предлагаю вам поиграть в одну очень простую игру. Вам необходимо будет угадать цифру, которая изображена на этой карточке. Вопрос будет очень простым. Как вы думаете, какое количество процентов в экономике Дубая занимает добыча нефти? Подумайте. Уверен, что 99% из вас никогда не дадут правильного ответа. Потому что добыча нефти в экономике Дубая занимает всего лишь 5%. И это количество с каждым годом все уменьшается и уменьшается. Через 5-10 лет она будет занимать меньше 1%. А вот туризм целых 20%. В это действительно непросто поверить, но сейчас туризм и авиация приносят Дубаю в разы больше, чем добыча нефти. В этом смысле Дубай очень похож на юношу, который унаследовал неплохое состояние. Но не промотал его, а очень удачно инвестировал. Сейчас этот город является одним из богатейших и наиболее динамично развивающихся городов на планете, который стремится быть первым во всем. Снимать фильмы о Дубае в принципе можно каждые несколько месяцев. Именно столько требуется муниципалитету, чтобы построить и открыть несколько масштабных объектов и с помпой заявить об этом на весь мир. Здесь вообще очень любят все с приставкой «Самый». Начинайте загибать пальцы. Здесь находится самый протяженный полностью автоматизированный метрополитен в мире. То есть он работает без машинистов. Длина сети метрополитена около 75 километров. В 2018 году в Дубае открылась самая высокая гостиница в мире – Гевора Хотел, высотой 356 метров. Предыдущий рекорд высоты также принадлежал дубайскому отелю JV Mariota Dubai. Здесь находится самое высокое исключительно жилое здание. Вот. Здесь оно еще на моменте строительства. Предыдущий рекордсмен находится рядом. Это Принцесс Тауэр. В Дубае – самый большой молл в мире. Его площадь более миллиона квадратных метров, и он умещает в себя 1200 магазинов. И, как вы уже, возможно, догадались, это не только Бершка и Коллинс. Тут же находится аквариум с самым большим акриловым стеклом в мире шириной 33 метра. Несмотря на то, что Дубай находится в эпицентре климатического мангала, температура летом здесь подскакивает до плюс 50, Здесь находится самый большой в мире цветочный парк, где высажено, просто вдумайтесь, 45 миллионов цветов. Последняя картинка как нельзя кстати, потому что дубайская авиакомпания Emirates 4 года подряд признавалась лучшей авиакомпанией на планете. В ее распоряжении самый большой в мире парк самых больших в мире пассажирских самолетов аэробус А380. На их борту все настолько лакшери, что там есть даже душ. А аэропорт Дубай, где базируется Emirates, является третьим по загруженности в мире и одним из центральных хавов на Ближнем Востоке. Идем дальше. В Дубае находится самый большой искусственный остров. На него мы чуть позже попадем. И, наконец, самое высокое здание в мире на текущий момент. Вот этот вот шпиль вдалеке тоже находится в Дубае. И мы тоже там побываем. Естественно, это далеко не все. Дубай продолжает инвестировать огромные деньги в строительство новых и новых объектов. Переворачиваем страничку и сейчас список того, что на момент декабря 2018 года строится в Дубае. Здесь строят самое высокое колесо обозрения в мире, высотой 210 метров. Оно уже на завершающем этапе. Музей будущего. Вот это здание формой полумесяца, которое планируют открыть в 2019 году. Его стоимость около 200 миллионов долларов. И, наконец, это уже смешно, но здесь строят еще одно самое высокое архитектурное сооружение в мире. Крик Тауэр. Это башня с рестораном и смотровой площадкой наверху. После сооружения она будет более чем на 100 метров выше Бурж-Халифы. Его обещают построить всего лишь за три года. И знаете, я почему-то им верю. Кроме зданий рекордсменов, Дубай привлекает многих своим немыслимым напускным богатством и искрящейся роскошью. В метро, например, здесь есть отдельные вагоны для владельцев золотых карт. Здесь вообще безумно любят золото. Одна из самых известных местных достопримечательностей – это золотой рынок. Здесь очень много дорогих украшений, часов Rolex. Конкретно вот эта моделька стоит 30 тысяч долларов. И вот. Это самое большое золотое кольцо в мире. Здесь 58 килограмм золота. Вот, видите, даже так.